Сегодня 27 июля. В 1875 году в Самару прибыл первый поезд. Однако прибыл он на пустое место. Строительство железнодорожного вокзала только начиналось. Его фундамент заложили 27 июля 1875 года. Проект разработал известный петербургский архитектор граф Николай Иванович Дарашфор. Внешне здание напоминало маленький дворец. Оно состояло из двух пассажирских залов, буфета, билетной кассы и служебных помещений. Первых пассажиров Самарский вокзал принял в январе 1877 года. И еще об одной стройке, правда не столь масштабной, но тоже важной. 27 июля 1950 года в Чапаевске началась народная стройка. Трудящиеся города решили соорудить водопровод. В тот июльский день на улице Чапаевска вышло несколько тысяч человек. Активисты рыли траншеи и прокладывали трубы. А следующая история уже о Самарском водопроводе. В годы гражданской войны, а точнее 27 июля 1918 года, представители контрразведки произвели обыск в управлении городского водопровода. Они обнаружили винтовки и патроны, после чего арестовали нескольких рабочих и служащих. Об этом тогда писали местные газеты. Говорят, что хорошие манеры – это лучшая защита от плохих манер тех, кто нас окружает. 27 июля 1901 года в Петербурге состоялись первые выпускные экзамены для извозчиков. Начинающих кучеров обучали не только управлению лошадьми, но и географии российской столицы и ее окрестностей, а также французскому языку, хорошим манерам и даже астрономии, чтобы не заблудиться ночью. Сегодняшний день подарил истории людей неординарных, я бы даже сказала, нестандартных. 27 июля 1936 года на свет появился Марис Рудольф Льепа. Один испанский еженедельник как-то назвал его «танцующим викингом». И для всего зарубежья этот белокурый бог танца так викингом и остался. Ровно 111 лет назад в этот же самый день родился Николай Черкасов, выдающийся советский актер театра и кино. Лучшие его роли – Александр Невский, Жак Паганель, Иван Грозный. С именинами не забудьте поздравить сегодня Ивана, Константина, Наталью и Юлию. В эту пору погода не балует, зато грибов хоть отбавляй. Акилу жди, придут дожди, говорили в старину. А еще 27 июля называли днем Николая Качаника. Считалось, что в этот день капуста свертывается в кочаны. Крестьяне вообще не представляли своей жизни без этого огородного растения. Капусту квасили, ею запасались впрок. Так что на столе она была круглый год. Поэтому и говорили в народе – капуста не пуста, сама летит в уста. Всем хорошего дня и до завтра!